Добрый день, Анатолий. Добрый день, радиослушатели. Ну, еврейский песок многие наши радиослушатели уже отпраздновали, а вот через пять дней, 28 апреля, православный мир отметит самый торжественный праздник – Пасху Нового Завета. Вот мы говорим православная церковь. Православие – это дословный перевод греческого слова «ортодоксия». Греческое слово «ортодоксия» состоит из двух слов. «Орто» – это «правильный», и «дакса» – это «мнение», то есть «правильное мнение». Православие – это, ну, та религия, которая исповедует правильное, правильно благодарит Бога, правильно славит Бога, православие. Значит, две тысячи лет назад, когда Иисус Христос отмечал Пасху, было 5 апреля. На исходе этого дня Иисус с учениками пришел в Иерусалим. Его уже ждали. В доме одного из его последователей был накрыт стол. На столе находились глиняные тарелки с мацой, кувшины вина, кубки. Священное событие, которое предстояло жить в таинстве литургии и стать средоточен церкви, будет запечатлено в молитвах и гимнах, бессмертных творениях Джота, Дионисия, Леонарда. Христос во всем следовал еврейскому пасхальному седеру. Это был его праздник, его Новая Пасха, знаменовавшая уже не исход еврейского народа на свободу и усыновление Богом одного народа, а искупительный дар Бога всему миру. Христос произнес молитву. Благословен ты, Господи Божий наш, Царь Вселенной, выводящий хлеб из земли. Это хлеб страдания, который ели отцы наши в земле египетской. Затем он отломил кусок мацы и добавил, обращаясь к сидевшим за столом ученикам. Возьмите это тело мое, ломимое за вас. Делайте это воспоминание обо мне. И в заключение взял общую чашу благодарения, которую обычно пили в конце вечери. Эта чаша есть новый завет в моей крови. Пейте из нее все. Это есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая для отпущения грехов. Делайте это всегда в воспоминаниях обо мне. Апостолы передавали чашу друг другу. Дети мои, сказал Иисус своим ученикам, еще недолго я с вами заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, и вы любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Один из учеников, Фома, обратился к нему. Господи, мы не знаем, куда ты идешь. А как нам знать путь? Я – путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, иначе как через меня. Если бы знали меня, то и Отца моего знали бы. И отныне вы знаете Его и видели Его. «Господи, покажи нам Отца!» И этого довольно сказал другой ученик, Филипп. «Сколько времени я с вами, и ты не познал меня, Филипп. Кто меня увидел, увидел Отца. Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне». Все религии мира говорят о спасении души. Согласно учению христианской церкви, замысл Божий, заключавшийся в том, что Он послал на землю Сына Своего Любимого для искупления человеческих грехов через мученическую смерть, распятие, и каждый человек, уверовавший в Христа, обретет жизнь вечную. И смертью, смерть поправ, поют во время пасхальной литургии. «Учение Христа – любовь». Но как же трудно дается эта истина христианскому миру. Пробежали в река, возникали и рушились империи, гибли цивилизации, военные, политические, социальные перевороты, меняли облик земли. Но религия, основанная Иисусом, сохранилась, хотя и переживают сегодня нелегкие времена. Вера, которую в первые дни исповедовали всего несколько человек, несколько учеников, движет сегодня более миллиардом жителей Земли, говорящих на разных языках и живших в разных странах, и создавших бесчисленные формы культуры. Христианство влекло к себе людей, казалось бы, абсолютно непохожих. От рабов Рима до Данте, от Достоевского до эфиопских пастухов. Если первым учеником Христа были простые галилейские рыбаки, то впоследствии оно привлекло к себе величайшему человечеству. Святой Августин и Паскаль, поэты, скульпторы, художники, писатели, великие композиторы, создатели симфоний и молитвенных песнопений. Как много музыки у Бога, как много звуков на земле, писал русский поэт Блок. Образ Христа был запечатлен Андреем Рублевым, Рембрандтом, Микел Анджело. Но ураганы, потрясающие на протяжении двух тысяч лет христианства, этих ураганов было предостаточно. Это и властолюбие вождей, всякие грехи и мирян, и церковнослужители, религиозные войны, распли, нетерпимость, расколы. Они зачастую ставили под удар само существование христианской церкви. Но церковь выдержала, особенно в России, после 70 лет, когда большевики уничтожили, расстреляли более 30 тысяч священников и разрушили порядком более 50 тысяч церквей. Ницше писал, что Заратурста, спустившийся с гор, принес людям новость, что Бог умер. Конечно, Ницше умер, а Бог есть, был и будет. Царство Божие существует и в красоте природы, и в том, где побеждает добро, и в том, где есть там, где есть творчество, величайшее произведение рук человека и его духа. Среди многих прегрешений христианства был и остается антисемитизм. Существующие тысячелетиями наветно евреев, что они убили Христа, настолько чудовищен, сколько и нелепен. Евреи не убивали Христа, его распяли римские легионеры. Многие христиане не знают, что Иисус Христос и Его ученики были верующими евреями, и, как сказал Иисус, «Я пришел в этот мир не нарушить закон, а его исполнить». Нелепость обвинения евреев в убийстве Христа заключается еще в том, что основой христианской веры является то, что Бог послал в этот погреший в грехе мир своего единственного Сына, чтобы тот своей мученической смертью искупил грехи человечества, и всякий, уверовавший в Него, обрел жизнь вечную». Так, значит, в 1962 году во время Второго Ватиканского Собора католической церкви было официально объявлено, что церковь снимает обвинения в деициде. Ну, деицид – это убийство Бога. Что церковь снимает вот это обвинение с евреев, современников Иисуса, и всех последующих поколений евреев. Перед своей смертью Папа Иоанн XXIII составил специальную молитву, в которой говорится, что христианский антисемитизм представляет собой второе распятие Иисуса Христа. Это он встретился с представителями Объединенного еврейского конгресса и приветствовал их библейской строкой. «Я, Иосиф, брат ваш». Очень многое для осуждения христианского антисемитизма сделал также Папа Иоанн Павел II. Вернемся к истокам тех далеких событий, особенно сейчас, накануне Пасхи, когда звучат слова Христа ко всем верующим в Него. «Я с вами» во все дни до окончания веков. В начале первого столетия нашей эры Иудея находилась под властью Рима. Это уже прошло 80 лет, как Рим завоевал Иудею. Юридическая система контролирующей территории осуществлялась полновластным римским куратором. Но римляне разрешали еврейскому Синдриону, Синдрион – еврейский суд, рассматривать многие дела без права вынесения смертного приговора. Таким правом обладал только римский наместник. Перед своей казнью Иисус прошел три суда. На первом суде, где председательство, еврейский первосвященник Акаифа, ему был задан только один вопрос. «Ты есть Мессия, Сын Божий?» Смотрите, Матвей, глава 26, стих 63. Иисус отказался отвечать на этот вопрос. Суд обвинил Христа в святотатстве. Для евреев того времени это было тяжелейший грех, тяжелейшее преступление, чтобы простой человек заявляет, что он сын самого Бога. Второй суд был у римского наместника иудея Пилата. Но Пилат, узнав, что Христос родом из Галилеи, он передал в то время царем той части иудеи был Ирод. Он отослал его как раз к иудейскому царю Ироду. Но и здесь Христос молчал, несмотря на оскорбления. Ирод вернул Иисуса опять к Пилату, зная, что одних обвинений в святотатстве для римского наместника недостаточно для вынесения смертного пригора. Ему также предъявили новое обвинение в том, что он заявлял о себе как о царе иудейском, призывая народ к восстанию. Согласно римскому закону, значит, только Цезарю можно было поклоняться как Богу и как императору. И тогда Пилат вынес приговор смертная казнь через распятие. Новый Завет утверждает, что Пилат добавил слова, что он умывает руки, то есть его приговор сделан под давлением Синдриона. Было ли это так, или это была поздняя ставка оправдать римлян, судить трудно. Ведь не забывайте, что христианство в начале 4 века стало официальной религией Римской империи. И, конечно, вполне возможно, что вот эта ставка, что римский прокуратор Пилат умывает руки, могла быть и вставлена позднее, чтобы снять обвинение в убийстве Сына Божьего римлян. Между Пилатом и Христом состоялся такой разговор. Пилат спросил Иисуса, ты царь иудейский? От себя ли ты это говоришь, в очередь спросил Иисус, или другие сказали тебе обо мне? Что ты сделал? спросил Пилат. Царство мое не от мира сего, сказал Иисус. Пилат продолжал, ты все-таки царь? Ты говоришь, что я царь? Это была обычная на Востоке форма утвердительного ответа. Иисус добавил, я на то и родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает мой голос. Что есть истина? усмехнулся Пилат и объявил приговор. Ибис-эт-крусэм, ты будешь распят. Тот, кто из вас был в Иерусалиме, наверное, видел, как тысячи христианских паломников идут по улице Виа-Долороса, скорбный путь, по которому вели на смерть Иисуса Христа. Был полдень, пасхальной пятницы четырнадцатого Ниссана. На груди Христа была табличка на трех языках, еврейском, греческом, латыни. Она гласила, Иисус Назарянин, царь иудейский. Избиты, истерзаны римскими солдатами, Иисус шел медленно и не мог нести тяжелый крест. Римляне задержали некого Симона и приказали ему взять крест. Выйдя из города, они повернули к крутому холму, который по форме напоминал череп. На хибру это Голгофа, так назывался этот холм. На его вершине должны были установить крест. Римляне всегда распинали осужденных вдоль дорог, чтобы их видом устрашать непокорных. Издалека за казнью следило несколько галилейских женщин. Среди них была Мария Магдалина и мать Иисуса со своей сестрой. Женщины видели все подробности казни. Иисус, глядя на римских солдат, произнес Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. На небе сгущались тучи, и уже к трем часам дня стало темно. Собрав последние силы, Христос произнес Элахи, Элахи, Лема, Шабакатани, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня покинул? Началась агония. Шахина, пить попросил Иисус. Один из солдат протянул ему на палке губку, смоченную уксусом. Едва влага коснулась губ Иисуса, он проговорил, совершилось. Отче, в руки твои предаю дух мой. В это время к Пилату явился Иосиф Акимефейский, богатый, уважаемый в Иерусалиме человек, и попросил тело Христа для погребения. Время для необходимых приготовлений оставалось совсем мало. Но Иосиф успел купить погребальный саванн, тело завернули и внесли в пещеру, которую Иосиф когда-то купил для себя. Прошли заупокойные молитвы и завалили вход в пещеру каменной плитой. Мария Магдалина и Мать Христа присутствовали при погребении. Заходом солнца в субботу женщины начали готовить ароматическую смесь для бальзамирования и решили посетить гробницу на следующий день. Когда Мария Магдалина пришла к склепу раньше всех, она остановилась в смятении. камень, закрывающий вход, был сдвинут. В пещере была пустота. Мария Магдалина в слезах побежала к ученикам Христа, к Петру и Анну и сообщила им горестную весть. Убедившись в том, что пещера действительно пуста, ученики Христа вернулись к себе домой. У могилы осталась только Магдалина. Вся в слезах она даже не заметила, что все куда-то ушли. И вдруг она услышала голос. Женщина, почему ты плачешь? Кого ты ищешь? Думая только о своем горе, Мария решила, что это голос садовника. Мариам прозвучал опять знакомый ей голос. Учитель скрикнула Магдалина и упала к его ногам. Не прикасайся ко мне, предостерег ее Иисус, ибо я еще не зашел к отцу моему, но иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему и богу моему и богу вашему. Много непостижимо и таинств хранят аналы истории, но для верующих христиан воскресение Иисуса Христа и есть величайшая тайна. Плеенный скорбью он покорил смерть, так писал Иоанн Златоуст. Воскрес Христос и ты низвержен, воскрес Христос и пали демоны, воскрес Христос и жизнь воцарилась, для христиан воскресение Христа есть краеугольный камень веры. Если Христос не воскрес, говорит апостол Павел, щедна наша проповедь, щедна и вера наша. Об этом говорит церковь и в пасхальный день, что христиане не просто исповедуют веру в бессмертии души, но и преодоление смерти, тьмы и распада. За восемь веков до этих пасхальных дней Израиль, сдавленный со всех сторон могущественными врагами, услышал слова величайшего еврейского пророка Исайя. Утвердится гора Дома Господня во главе гор и возвысится над холмами и соберутся к ней все племена и придут народы многие, ибо из Сиона выйдет учение и слово Господа из Иерусалима. Каждая религия толкует это пророчество по-своему. Евреи, что Мессия еще не пришел, но обязательно придет. А христиане утверждают, что Мессия Иисус Христос уже приходил и еще раз вернется для спасения погрязших в грехах человечества. У каждого своя истина. Но существовал ли Иисус Христос как историческое лицо? Для верующих сама постановка вопроса может показаться странной. Вера вообще не требует никаких доказательств. Атеисты, особенно советские, антирелигиозные, всегда утверждали, что Христос, Христоса не было, что Христос это миф. Они, конечно, были не первыми. Это же утверждали и дети французской революции, ненавидевшие христианство. Немецкий философ Брунл Бауэр даже написал книгу «Миф о христианстве». Все эти сторонники мифологии Христа утверждают, что миф о Христе есть вариант античных и восточных легенд, что якобы о Иисусе не упоминают жившие в то время римские историки, что Евангелие содержит много противоречий и ошибок, да и возникли они почти на сто лет позже описываемых событий, ну и так далее. Давайте попробуем разобраться. Во-первых, первое писание апостолов написано где-то в 50-60-м году, то есть буквально через 30 лет после распятия Христа. Если Христа не было, то откуда в христианских катакомбах Рима уже находились символические изображения Христа? Вы помните, что римские императоры жестоко преследовали первых христиан и те прятались в подземных пощерах? Неправда, что Христа не упоминали античные авторы. Так римский губернатор Плини-младший в своем докладе императору Трояна описывал жизнь христиан, их молитвы и их обычаи и пишет, что они молятся некому Христу, как будто Богу. Пишет о них и крупный римский историк Корнелий Тацит, рассказывая о пожаре в Риме летом 64-го года и о том, что император Нерон свалил всю вину на людей, которых чернь называла христианами. Об этом говорит и римский историк Сайтоний. Что же говорят еврейские авторы того времени? Иосиф Лави, сочинение которое является главным источником по истории древней иудеи, в молодости руководил боевыми отрядами в Галилее в войне против Рима. Он упоминает и Иоанна Крестителя и пишет, что в 62-м году первосвященник Ханан приговорил к побитию камнями Иакова, брата Иисуса, так называемого Христа. В его книге археологии мы читаем, в то время выступил Иисус, человек глубокой мудрости, если только можно назвать его человеком. Он творил дивные дела и был учителем людей с радостью приемлемщих истину, привлекая к себе многих, в том числе и элинов. Он-то и был Христом, Пилат распял его, но те, которые его любили, не отступились от него, ибо он на третий день снова явился им живым, как бы это и было предсказано пророками. И до нынешнего дня есть еще люди, называющие себя по его имени христианами. Это вот этот отрывок из Иосифа Флавия всегда вызывал очень много многочисленные споры историков, насколько он правдив и насколько он истин. Кроме Флавия, множество фактов по истории Палестины новозаветной эпохи содержит и Талмуд. Его начало восходит к первому веку, а складывался он постепенно во втором-пятом веке нашей эры. Талмуд называет Иисуса Назаряниным и тем человеком, который занимался чародейством и свел Израиль с пути. Он научился магии в Египте и был распят накануне Пасхи. Это есть в Талмуде. Наиболее ранним произведением Нового Завета является послание апостола Павла. А уже в его реальности конечно не сомневаются даже сторонники мифологии. Апостол Павел родился всего лишь на 15 лет позже Иисуса Христа и впервые прибыл в Иерусалим где-то в 30-х годах. Он учился в еврейской школе Гамалила. Он стал христианином в 36-м году еще при Пилате после знаменитого видения на Дамасской дороге. Если вы помните, он ослеп, когда ему явился Иисус Христос и спросил Павел, Павел, за что ты преследуешь меня? Это он практически апостол Павел и создал всю теологию христианства. А его послания написаны где-то в 50-х, 60-х годах нашей эры, то есть буквально через 30 лет после распятия Иисуса. Предположим, что Евангелие не достигли до нас. Тем не менее, из других исторических источников мы знаем, что при императоре Тиберии и прокуроре Пилате в Иисусе жил проповедник Иисус из Назарета. Его учения привлекали много последователей и вызвали подозрения у властей. Блюстители закона выдали его Пилату, и тот казнил Иисуса как царя иудейского, опасного для Рима. После смерти Назарянина загадочные явления убедили учеников, что он воскрес, что исполнены пророчества. Так родилось христианство, которое стало быстро распространяться по всей Римской империи, и в начале 4 века нашей эры стала официальной религией Рима. Мы продолжим нашу передачу после небольшого перерыва. Присоединяйтесь. Уважаемые дамы и господа, в этом сегменте я, как всегда, любезно согласился принять ваши звонки, комментарии, поэтому, пожалуйста, набирайте номер телефона в студии 847-400-5200 и будем общаться. Ну, а пока, Ян, прошу вас, будьте добры. Вот интересно влияние поэзии. Строчки больших поэтов не просто запоминаются, а как бы входят в человека как музыка. И кажется, что их не сочинил поэт, они жили всегда. К таким стихам относится Магдалина из романа доктора Жвага Бориса Пастернака. Я прочту вам вторую часть. У людей предпраздникам уборка в стороне от этой толчьи обмываю миром из ведерка я столпы причистые твои. Шарю и не нахожу сандали, ничего не вижу из-за слез. На глаза мне пеленой упали пряди распустившихся волос, ноги я твои в подолу перла, их слезами облила Иисус, ниткой бус их обмотала с горла, волосы зарыла, как в бурнус. Будущее вижу так подробно, словно ты его остановил. Я сейчас предсказывать способна вещим ясновидением Сивил. Завтра упадет завеса в храме, мы в кружок собьемся в стороне, и земля качнется под ногами, может быть, и жалости ко мне. Перестроятся ряды конвоя, и начнется всадников разъезд, словно в бурю смерч над головой будет к небу рваться этот крест. Брошусь на землю у ног распятия, обомру и закушу уста, слишком многим руки для объятия ты раскинешь по концам креста. Для кого на свете столько шире, сколько муки и такая мощь, если столько душ и жизни в мире, столько поселений, рек и рощ, но пройдут такие трое суток и столкнут в такую пустоту, что за этот страшный промежуток я до воскресения дорасту. это Магдалина из романа Пастернака доктор Живаго. А кто же были вот эти евангелисты, которые нам рассказали всю историю Иисуса Христа? Самое евангелие это от Марка. Марк принадлежал к христианской семье, жившей в Иерусалиме, и эта семья была близко к апостолу Петру. Он сопровождал его в его миссионерских путешествиях. И он сопровождался также апостола Павла. А спутников Петра сам Петр называл Марка своим сыном. Его евангелие написано после смерти Петра, который был распят, как вы знаете, в 64-м году. Кстати, Петр попросил, чтобы его распяли головой вниз. Он был недостоин якобы распятия Иисуса Христа. Евангелие было написано в Риме в немного латинских оборотов, и Марк везде объясняет значение арамейских и слов еврейского языка. Евангелие от Моапсея написано на еврейском языке. Позднее было переведено на греческой. В этой части всю повествовательную описательную часть Матвей заимствовал у Марка. Евангелие от Луки. Он был врач и спутник апостола Павла. Евангелие от Иоанна. Иоанн, единственный из всех евангелей, был учеником. Он входил в состав 12 учеников Христа. И он вместе с Петром проповедовал среди евреев и самаритян. В конце столетия он возглавлял христианскую общину и жил в городе Эфеси. Он был выслан на остров Патмос и умер где-то около сотого года нашей эры в глубокой старости. Хотя евангелические книги есть книги веры, но это не мешает им быть одновременно историческими. Их тайна кроется в том, что они не просто передают опыт христианской церкви, но прежде всего сам дух и учение основателя церкви Иисуса Христа. Что еще хотелось бы сказать в преддверии праздника? Ну, праздник христиане будут праздновать, но история христианства, вот передо мной лежит книга огромная, у меня несколько книг по истории религии, открывает вам историю христианства. Конечно, за 2000 лет истории было все. В 1553 году произошел раскол единой христианской церкви, восточная церковь, ортодоксальная, греческая, откололась от римской церкви. Я когда-то вам рассказывал историю этого раскола, но это же было не все, не первый раскол. Затем католическая церковь, в свою очередь, в 1453 году, значит, когда Мартин Лютер, католический монах из Германии, прибил свои тезисы, протестующие против церковных продаж индульгенций, которые, пожалуйста, купи кусочек бумажки, и тебе отпускаются все грехи. Лютер очень протестовал против этой практики, Папа Римский отлучил его от церкви, но его поддержали немецкие князья, которые совершенно не хотели платить какие-то налоги, какую-то дать в пользу римского Папы. Но так произошел еще один раскол христианской церкви на протестантов и католиков. Кстати, слово католицизм обозначает универсальность, всемирность. Ну, протестанизм, уже понятно, что слово протест, протест против чего-то. Ну, и протестанизм, как единый, какое-то организованное там, например, матером, лютером, учение тоже не сохранилось. И пошли новые проповедники. Ян, я прошу прощения, у нас появились звонки, давайте попробуем принять. Давайте. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Скажите, пожалуйста, Ян, как для евреев считать Иисуса Христа как Мессия или как одного из ученых евреев, который был в то время? Ну, еврейский иудаизм дает точный ответ на этот вопрос. Так что нам с вами и считать не надо, потому что уже за нас еврейские мудрецы на протяжении времен создания Талмуда дали ответ на этот вопрос. Иудаизм не признает Христа как Мессию, что еврейский Мессия еще не пришел, он еще придет. Иудаизм рассматривает Иисуса Христа как человека, который жил в Иудее в начале нашего тысячелетия, первого тысячелетия, который проповедовал Иисус Христос блестяще знал иудаизм. Если вы помните, он еще с малых лет выступал в споры с еврейскими мировинами в Иерусалимском храме. Так что для евреев Иисус Христос не Мессия, просто учитель. Спасибо большое. Давайте ответим на следующий вопрос. Добрый день, вы в эфире. Да, добрый день, господин Йофер. Я когда-то вам задавал вопрос, почему четыре Евангелия канонических и интересный факт я нашел, что вот в середине второго века ученик Иустина, философа Татьян пытался создать на основе четырех Евангелий единый текст, так называемый диатесарон. Вы что-нибудь слышали об этом? И были ли приверженцы у этого учения? Благодарю. Да, вы правы в той части, что действительно были попытки создать какой-то общий евангелический какой-то единый текст, но все эти попытки оказались неуспешными. Почему вы? Я помню хорошо, мы же к этой теме накануне Пасхи возвращались уже несколько раз, я просто каждый раз рассказываю об этом, пытаюсь найти какие-то новые штрихи, какие-то новые, то, что я сам читаю в каких-то книгах. Почему четыре евангелия? Ведь и евангелия то есть не в один день возникли. Просто со временем, когда отцы церкви отбирали, как говорят, учения, они посчитали, что вот эти четыре, во-первых, они называются синаптически, потому что у первых трех, ну, текст буквально совпадает, как будто один переписывал евангелисту другого. А во-вторых, они посчитали, что вот все четыре евангелия вместе взяты, они наиболее полно говорят об учении Иисуса Христа. А остальные апокрифы, так называемые, тоже же там много есть и фактов, и изложений и прочее, отцы церкви не посчитали, что они являются передающие полноту учения Христа. Поэтому, конечно, попытки были деланы и будут, наверное, делаться, потому что религия, это не мертвое что-то закостенелое. Вы же понимаете, как на протяжении двух тысяч лет христианства, как оно без конца раскалывается, как новые секты пытаются по-новому объяснить учения Христа и так далее. То есть, мне кажется, этот процесс бесконечный. Спасибо большое, Ян, давайте продолжим. Да, так вот мы говорим о бесконечных расхолах христианства. Что мне, как я понимаю, что больше всего не удалось, мне кажется, в христианство, что последовательное христианство, ну вот возьмите испанскую инквизицию, ну возьмите эти религиозные войны. Когда в начале 17 века закончилась 30-летняя религиозная война между протестантами и католиками в Европе, так в той войне одна треть населения Германии погибло. Вот эти кровавые войны с одним и тем же именем Иисуса Христа. Ведь я вам говорил в начале передачи, основное, что учил Иисус Христос, крайне просто. Вот, кто читал все Евангелие, тут его учение, он его сам называл любовь. Он же, помните, на пасхальном седоре перед казнью, как уже он обратился к ученикам? Он сказал, любовь, вот что самое главное, что люди вас узнают, что вы христиане, вы мои последователи, потому что вы должны любить друг друга и любить других людей. Иисус Христос поставил во главе учения недосягаемо. Любить, чтобы люди любили друг друга. А что мы видим? Что мы видим и сегодня? Люди, вместо христиан, они в том числе, а в какие-то исторические моменты в особенности, вместо любви мы увидим бесконечные войны, бесконечное насилие, бесконечное утверждение, вот, мое учение более правильно, чем твое учение. И поэтому в этом плане искажение христианства очень-очень серьезное и глубокое. Хотя подавляющее большинство верующих стремится к этому, ну, и стремится и уважать друг друга, и делать хорошие, добрые дела, и любить друг друга. Но, к сожалению, видно, Иисус Христос поднял планку так высоко, что, ну, она может быть и недостижима, и не была раньше, и недостижимо проще. Хуже того, многие влиятельные отцы церкви, кардиналы церкви, римские папы, все же были там далеко идеальными. Были многие далеко и не идеальными. Вот. Хуже того, что они проповедовали, вы помните, когда конфестадоры их завоевали в Латинскую Америку, тогда их многие говорили, эти священники, которые вместе шли с конфестадорами убивайте всех подряд. Там Бог разберется, кто прав, кто не прав на том свете. Поэтому в этом, в этом части не получается идеальной религии. Вот обратите внимание, вот, казалось бы, такие уже индусы, там, ну, муху не должны обидеть, а тоже, слава Богу, кровопролитий хватает, а уж вчерашний этот случай на Шри-Ланке, там, с этими террористами, там же совсем христиан немного, 7% населения, основное население, и такой страшный террористический акт, 300 человек убито, полтысячи ранено, потрясает все это дело, не христи, в данном случае мусульмане, я даже не знаю, кто это сделал, мусульман, это ИГИЛ взяла на себя ответственность, что это мы сделали, убить такое количество во имя чего, во имя какой идеи, поэтому, с одной стороны, получается, что в основе любой религии заложены очень благие намерения, благие слова, хорошие слова, но реальность этой жизни, к сожалению, далека, не то, что мы видим в зеркале, вот такие дела. Ну, мы же знаем прекрасно, да, выражение, что благими намерениями выстелена дорога, знаем куда, поэтому, к сожалению, но, знаете, накануне Пасхи, особенно для христиан, светлейший праздник, когда действительно во всех христианских церквях звучат и хорошие молитвы, и хорошее песнопение, и, значит, утверждается, что смерти на этой, в этой, нет смерти, потому что смертью Иисус Христос попрал эту смерть, а тот, кто в Него уверил, тому даровано жизнь вечная. Вообще, все религии учат, что этой жизнью наша жизнь на земле не заканчивается. Да. Ну, будем надеяться на то, что... И тут еще один момент есть в обратении, при всех недостатках, которые можно говорить много, и при всех достоинствах, которые можно говорить еще больше, обратите внимание на один маленький момент. Горел Ноттердам, символ христианской религии, и не Франции, всего христианства, церковь 900 лет, все реликвии мира, в том числе и этот черновый венец, который был у Иисуса на голове во время казни. Обратите внимание, вся страна встала на колени и молилась. Вот она, сила молитвы. Да, сгорела крыша, да, там потребуются большие, долгие реструкционные работы, а храм, который простоял 900 лет, все же выстоял. Так что, у молитвы есть сила. Конечно, конечно, и это, с этим невозможно не спорить, не пытаться оспорить это, поэтому будем надеяться на то, что, ну, как-то все в этом мире образуется или образумится. Ну, конечно, все образуется, а для верующих христиан я желаю вам хорошей, хорошей Пасхи. Спасибо огромное. Всего вам доброго. Спасибо, Ян, огромное. Будьте здоровы, услышимся на следующей неделе.